А также эти энергии могут быть уверенными и сильными, проходя через все чакры, внизу вверх или сверху вниз. Здесь эти энергии могут быть очень сильными и, расширяясь, показывать свою силу. В физическом теле это может выглядеть напором или же неосознанным закрытием. Это когда человек не слышит и считает, что он всегда прав, и все должны его слышать. Понимание этих энергий несет в себе определенную работу над собой, а также понимание своей души и, соответственно, описание своих поступков. Именно поэтому плеядеанская душа должна знать, откуда она, и ни в коем случае не оправдывать свою жесткость своим происхождением или возвышением над другими цивилизациями. Нужно уметь работать со своим стержнем. Благодарю, что выслушали меня. Ну как же такое не выслушать? Такая интересная информация. Вы абсолютно во всех пунктах правы. Все таки есть. Люди себя возомняют кем-то другим, узнав о своем происхождении. Это абсолютно, мне кажется, это не шаг вперед, это больше шаг назад. Для этого нужно быть готовым, понимать эту ответственность, которая лежит перед тобой, когда ты узнал, какой цивилизации ты принадлежишь. Сколько работы перед тобой стоит, сколько тебе еще нужно научиться, как своими энергиями управлять, теми же энергиями плеяд. Да, они густые, они могут давить, если ими неправильно пользоваться. Смена настроения ощущается моментально у представителя плеяды, когда он не умеет работать своими энергиями. Здесь очень много работы, очень большая ответственность. Я хотел вас поблагодарить, уважаемый Томми, за то, что вы осветили эту ситуацию по плеядианской душе. Во благо. Перехожу к девятому вопросу.